Вы знаете, мы в Крыму очень болезненно воспринимаем те события, которые происходят сегодня на юго-востоке Украины и в Донецкой и Вуганской народных республиках. Нам, пережившим в марте референдум, пережившим тоже борьбу с этой хунтой, пережившим, к счастью, с миром, очень больно смотреть за то, как под бомбами, под снарядами, под танками гибнут мирные жители Донбасса и Вуганской республики. Вы знаете, я думаю, нам уже нужно перестать жить в мире иллюзий, нужно перестать пытаться находить какие-то дипломатические фразы. Идет откровенная война против российского, русского, евразийского мира. И эта акция не спланирована сегодня в Киеве. Эта акция спланирована далеко за океаном. И сегодня мне, как человеку, который понимает украинский язык, я могу в интернете посмотреть сообщения украинских сайтов, идет откровенная пропаганда, одурманивающая украинцев. Из России делают образ врага. А полченцы, которые защищают свой дом, защищают русский язык, свою культуру, право учить детей той истории, как они ее понимают, пытаются лишить всего этого. Пытаются заставить вступить в Евросоюз без воли. Пытаются заставить говорить на украинском языке, игнорируя права русского языка. И что мы должны с этим мириться? Это большая война. Если 30 лет назад наши военные советники, советские, находились на Кубе, в Никарагуа, в Йемене, в Лаосе, в Анголе, по всему миру, то сегодня в Киеве, в городе Героя Киеве, находятся там, где живут наши люди, находятся натовские, американские военные советники, которые учат призывников Западной Украины воевать против своих же единоверцев, единокровцев на Восточной Украине. Вот что мы имеем сегодня. И если мы будем продолжать питать иллюзии, если мы будем продолжать говорить языком дипломатии, то, поверьте, очень скоро от нас все отвернутся. Потому что сегодня все и на Востоке, и на Юге Украины смотрят на Москву с надеждой. Потому что если Москва сейчас не займет жесткую позицию, максимально жесткую, для того, чтобы защитить русско-культурных, русскоязычных жителей не только на Востоке Украины, но и по всему миру, поверьте, это будет сильнейший вызов для нас, для всех. Я думаю, что пришло время действовать. Соглашусь со словами коллеги, что на сегодняшний день на здании СБУ прямо висит американский флаг. Это уже говорит о многом. Это первое. Второе. Зачем бомбить Славянск? Это не общенородный, известный факт о том, что Славянск, Роматорск, Изюм, 8 тысяч квадратных километров – это залежи сланцевого газа. Третья залежь в мире промышленной добычи. Естественно, им люди там не нужны. Нужно разбомбить полностью Славянск, нужно напугать людей до такой степени, чтобы они этот город покинули, а так и происходит. В Славянске проживает 117 тысяч людей. Сколько там их осталось вообще на сегодняшний день? И сколько их останется после той зачистки и карательной операции, которая пройдет сейчас там? Это уничтожение непосредственно людей, для того, чтобы они туда вышли. Они хотят славить… Напоминает какие-то колониальные войны за природные ресурсы. Когда дурные племена вырезались для того, чтобы не мешали проводить разработки. Более того, если аплодисментами встречают идею публичных казней ополченцев, вот что сейчас мы слышим со стороны. Транснациональные корпорации. Перестает быть какой-то фантастикой тех фильмов, которые мы смотрели. Вот. Сын Джона Байдена является одним из учредителей нефтегазовой компании. Все становится ясно. Зачем им там люди? Им нужно это все сравнять с лицом земли. Что касается адекватной реакции Москвы, она должна быть. Потому что Донецк, Славянск, Луганск – это есть форпост русского мира. Форпост расширения русского мира, который требует сейчас на себя внимания и защиту, в первую очередь. Защиту тех бойцов, тех воинов, которые стали, не побоявшись этой коричневой чумы. Потому что неонацисты, промыв мозги, каждому украинцу сформировали полчища. Полчища, действительно, которые не похожи даже на монголо-татар. Которые идут и вырезают, выбивают, расстреливают любых людей. Понимаю, что меня смущает с этой историей, расскажу о второй части, потому что я хочу услышать господина Корнилова, который всегда оказывается прав. Вот меня огорчает, но господин Корнилова всегда оказывается прав. Хотя некоторые шутки... Меня тоже огорчает. Некоторые ваши шутки становятся пророческими, поэтому вот написали вы когда-то смешной учебник «История Укров». Да, теперь все его цитируют как настоящий. В общем-то, да, так и есть. Самому не хочется оказываться правым, но таковы реалии, на самом деле. Я по поводу реакции Верховного Комиссара ООН и что делает Россия. Давайте вспомним Сербию недавнюю. Тоже были жесткие заявления всевозможных верховных комиссаров, когда там хорваты вырезали сербские села, семьи и так далее. При этом Запад сфинансировал хорватов, сотни тысяч сербов поднялись из сербской краины, ушли под аплодисменты Запада, судят потом сербов, а не тех, кто вырезал сербов и так далее. То есть заявления заявлениями. Но действительно от России те люди, которые сейчас находятся в Донбассе, в Славянске, в Донецке, в Луганске ждут не только ноты заявлений и даже не заявлений Верховного Комиссара ООН. Само собой нужно действовать по дипломатическим каналам, само собой нужны и ноты, и работа с международным сообществом, с международным общественным мнением. Никто этого не отрицает. Но, на мой взгляд, Россия может и должна, мне так кажется, делать какие-то более реальные, более конкретные заявления. То есть устанавливать, как это, если уж мы используем опыт западных наших коллег, того же Барака Обамы, red lines, красные линии для киевской власти. Устанавливать четко ответственность за те действия, которые совершают. То есть если вы сделаете то-то, то мы тогда будем так. Если вы получите славян, значит вы получите подавление огневых точек на востоке Украины, бесполетную зону на Донбассе или что-нибудь в этом роде. Даже не вводя войска, можно вести правильный разговор. То есть какие-то red lines должны существовать для киевской власти. Сейчас что звучит? Очень многие деятели российские повторяют, мы не дадим русских, русскоязычных жителей на Донбассе в обиду. Сразу после этого следует ковровая бомбардировка станицы Луганской. И возникает вопрос, ну вот обещали же не дать. Не дайте в обиду. И что дальше? Вот они бомбят все равно, убивают. Любое перемирие, которое в том числе с участием России заключается, используется Порошенко и его команда исключительно для одного. Для перегруппировки сил. Вот сейчас у него наступление выдохнется. Он сейчас заключит очередное перемирие с тем, чтобы вновь подтянуть подкрепление войска, выстроить новые позиции и снова бомбить. То есть нужно понять, что просто перемирием на какое-то время не решается проблема. Нужно действительно четко определить линии, за которые киевская власть не должна переходить. То есть нам надо перестать следовать фарватере, если угодно, украинской политики. То есть нам надо начинать диктовать свою позицию и объяснять, условно говоря, как нам говорят, да, Россия, если вот вы сделаете это, вам за это будут санкции. То есть мы должны четко и ясно понять, что Россия должна сказать, если вы продолжаете силовую часть операции, если вы не позволяете гуманитарные коридоры и прочее, не находитесь в диалоге, то будет то-то, то-то.